Волгоградская область Волгоградская область По легенде, из-за короткого замыкания электропроводки в торговом центре загорелся товар. Огонь быстро распространился, началось задымление. В этот момент в здании находилось 34 человека, 16 из которых самостоятельно передвигаться не могли, а часть была заблокирована на складе. Спасатели выполняли две основные задачи – эвакуация людей и ликвидация условного пожара. Мы помимо работы противопожарной службы, которая ставилась цель проверки ее боеготовности, тушения пожара, эвакуации, спасения людей, мы отработали два вопроса со скорой медицинской помощи. Это как работа на стационаре, а также как распределительный пункт, куда будет доставляться пострадавший и уже в дальнейшем развозиться по больничным. Необходимо было действовать слаженно и оперативно. Спасатели боролись с огнем, выводили пострадавших и передавали их сотрудникам скорой помощи. Медики сорсировали пациентов в соответствии с тяжестью полученных травм, оказывали первую помощь и транспортировали в больницу. Полицейские в это время перекрывали дорогу. В эвакуации был также задействован персонал торгового центра. К счастью, пожары, загорания у нас в торговых комплексах происходят редко. Персонал этих торговых центров, как правило, знает свои действия, начальные действия по спасанию людей, эвакуации. И, как правило, то прибытие пожарных подразделений, что и должно быть. Эвакуация уже должна быть произведена. Волжский был выбран площадкой для проведения завершающей тренировки цикла не случайно. Учения такого масштаба требуют предварительной подготовки. В городе мы были задействованы в части обеспечения техники, обеспечения автобуса, обеспечения статистов для проведения учения. Порядка 35 человек. Мы нашли население понимание, что надо поучаствовать. Ну и мелкие такие вот там вода, свет. В учениях было задействовано 120 человек личного состава и 37 единиц техники. Все поставленные задачи выполнены, ошибки учтены и отработаны. На такие объекты, как, например, метро, существует план тушения пожаров, в которых описываются примерные действия пожарных, соответственно, план здания, план эвакуации. И согласно которых мы уже начинаем выполнять определенные свои действия. Проникаем в зону НДС, ищем пострадавших, соответственно, при помощи насилок выводим на свежий воздух и передаем бригаду скорой помощи. Об успешном проведении учений было доложено заместителю губернатора Волгоградской области Валерию Бахину. Анжела Умбетова, Мария Шабанова, телеканал Волгоград-1.